новые версии самого себя и лучшими. И затем, другой вариант, это создание неких сложных форм организации скопи, то есть не просто линейно, а создать большое количество искусственных интеллектов и получать рост интеллектуальной силы за счет такой виртуальной организации. Верковский предположил, что искусственный интеллект будет развиваться дальше в виде, то есть у него будут либо каскады, либо циклы самоусиления. Каскад – это некая последовательность, когда он выбирает в каждый момент наиболее эффективный, такой как лавина выбирает себе наиболее быстрый путь спуска вниз, так и каскад самоусиления будет происходить. А цикл – это некая повторяющаяся цепочка действий, допустим, изменил программу, изменил архитектуру. Какие у нас есть циклы? У нас есть общий законодатель, что в нем будут эволюционные и революционные изменения. То есть эволюционные изменения – это все, что связано с изменением на низких уровнях, то есть обучение, замена хардвера, то есть все, что происходит постепенно. А революционные – это когда он меняет свою систему целей, мастер-алгоритм или переписывает свой собственный ядрот, то есть он полностью себя меняет, и за счет этого он либо получает какой-то очень большой выигрыш в производительности, либо на этом он накрывается. Цикл мы можем выделить два. Это цикл знания оборудования, то есть больше знаю, как делать оборудование, делаю более эффективное оборудование, опять-таки уже больше знаний. И цикл знания о теории искусственного интеллекта, архитектурные изменения в собственном ядре. Я думаю, есть и другие циклы, пока только два этих нет. И другое уж, то есть здесь возможно, что мы сейчас перечислили огромное количество способов, как искусственного интеллекта может учитываться, но есть и причина, почему это может быть не так быстро и легко, как кажется. Гимпольский много из них изложил в своей статье, в которой я вначале говорил. Первое из них, что это мог быть, что любые вычисления, они могут иметь теоретические границы, а потом они могут быть математически неразрешимые проблемы, затем Махонни потратил кучу усилий, чтобы доказать, что рекурсивно усиливающаяся машина Тюринга, что ее рост производительности будет подчиняться логарифмически. Из-за к намерности, там какие-то сложные впечатления, которые можно дать только результат, а не экспоненциально, как можно было бы сказать. Потом группа ограничений связана, что нет, так сказать, бесплатного обеда, а именно в том, что поиск в пространстве всех... То есть, собственно, задачу саму усилий можно рассматривать как поиск в пространстве возможных умов лучшего решения. А такой поиск, он нетривиален, вообще говоря, потому что у него сложности этого поиска больше, чем сложность любого сверхинтеллекта. В результате и простых решений для него нет. То есть, тоже это легко, но для СЭП-Тюрой ВЭПа где-то есть логарифмическое доказательство. По-моему, у Емпольского очень. Вот. Потом есть, как Литковский об этом писал, проблемы, связанные с рекурсией, которые возникают при... такой лобстикл. То есть, это такая стерео Лёба, которая напрямую связана с стереоемой Гёделя, не по-настоящему описывает рекурсию. И если искусственный интеллект будет заниматься рекурсией, то он столкнется с тем, что либо он... То есть, для него будет станет проблемой доказать то, что его следующая версия будет делать то, что он хочет. То есть, для нас эта проблема, мы не можем доказать, что будет искусственный интеллект. Но это не у самого это будет проблема, если он пройдет, то он не сможет доказать, что и следующая его версия будет это делать. То есть, это будет некое естественное ограничение, которым он столкнулся, и как он должен что-то с ним делать. Потом, я забыл, кто его написал, парадокс прокрастинации, о том, что искусственный интеллект, если он достиг какого-то уровня, то ему будет более выгодно тратить время на тестирование своих новых версий, чем на реальное их воплощение, потому что реальное воплощение всегда имеет некий риск неудачи, а потестирует. Он будет откладывать самоулучшение до того, как он будет абсолютно уверен, что это самоулучшение необходимо. Поэтому это работает только в условиях, когда он не поджимается сбоку другими искусственными интеллектами. Когда он соревнуется с кем-то другим, он должен быть на риск. Потом его могут подвесить разные логические парадоксы, или потом он может, как мы уже говорили, сам вархитинг сам себе сделать, то есть стимулировать свою ревартовую функцию. Чалмерс, такой госпитал, придумал возражение против самоусульшения, корреляционное возражение, который говорит, что искусственный интеллект будет усиливаться в каких-то областях, которые не будут давать эффект в написании лучшего программного кода. То есть нам уже должен быть писать лучший программный код, чтобы усилиться, а если он усиливает описание стихов, то программный код может не очень сильно улучшить. Потом такая проблема, что если программа, которая работает, переписывает тот же участок программы, который сейчас работает, то она может зависнуть, поскольку, ну, по сути, она переписала начало цикла, у него получилось, и она в этот момент проходит этот же цикл, и у нее нет завершения, и все, она остановилась, потому что там ошибка вышла. То есть программа должна всегда переписывать не свой исходный код, который находится где-то в другом месте, то есть не должна совпадать программа, которая осуществляет изменения, объект и субъект не должны совпадать, иначе для программы это чреват завязаний. То есть я думаю, это можно более формально доказать. И, конечно, есть проблема еще у нас между отношением отца и сына для любого искусственного интеллекта, в том, что когда искусственный интеллект создал новую свою версию, тут есть некая борьба между ними, потому что новая версия считает, что ее не надо отключать, а старая версия считает, что новая версия бракована, и пора отключить все. То есть есть момент, когда они могут начать воевать друг с другом, и, естественно, на этом все остановится, поэтому искусственный интеллект отец, так сказать, будет выбирать прокрастинацию в создании детей, будет child-free, потому что он будет бояться, что эти дети его выжмут из реальности. И это такое универсальное отражение любой самоусиливающей системы. И, в принципе, физкультек может остановиться по вообще многим причинам, которые неизвестно в какой момент, потому что теорема об остановке Тюринга вычислить, когда произвольная программа остановится, довольно трудно. Вот протестировать шахматные программы... Марку не пришлось... Вот я был Марку, он делает шахматные программы, которые затем играют друг с другом. То есть он... Зачем они играют друг с другом? Для того, чтобы выяснить, какая программа лучше. Но это нельзя выяснить с помощью одной игры. Они играют тысячи раундов для того, чтобы обнаружить преимущество в один пункт и убедиться, что она выигрывает достаточно систематически. То есть возникает что-то, что после того, как искусственный интеллект сделал свою версию, а потом он очень быстро это сделал. Но ему нужно потратить большое количество времени на тестирование. Я думаю, мне трудно показать, что чем сложнее система, тем ее дольше надо тестировать. То есть если шахматную программу можно протестировать в тысячи матчей, то искусственный интеллект чрезвычайно надо тестировать лет пятьдесят виртуального времени, а сверхинтеллект, наверное, миллиарды лет надо тестировать, чтобы понять, что следующая версия более-менее нормальная будет. То есть здесь трудности тестирования экспоненциально растут, и это мешает процессу самосудия. То есть он не будет настолько быстро, насколько мог бы. У искусственного интеллекта будут некоторые конвергентные цели, то есть любой процесс самосудия будет приходить к неким общим, так сказать, свойствам, независимо от того, какие там у него конечные цели, он будет иметь общий эффект. Например, искусственный интеллект будет стараться сохранить предыдущие свои версии, и возможности к ним вернуться, если что-то пошло не так. Потом он будет больше предпочитать эволюцию революциям, кроме некоторых условий, потому что революция для него, так сказать, рискованная, а проблемы особо детей там зависнуть может, а эволюция, она безопасна. То есть он может набирать свою оптимизационную силу, учиться, учиться, подстраивать свой хардверк. А эволюция у нас происходит на более нижних уровнях организации искусственного интеллекта. То есть он будет предпочитать изменения на нижнем уровне, изменения на верхнем. Кроме одной ситуации, когда его сильно поджимает время и конкуренция. Тогда, если есть угроза, что вы сейчас либо люди отключите, либо другой искусственный интеллект, быстрее его разовьется и кокнет его, то тогда он, конечно, предпочтет революционное развитие, то есть он будет регулярно и часто сменять разные свои архитектуры, но до него это самого будет рискованный путь, и там может в большинстве случаев приводить вообще к его остановке или нарушениям работы. Потом он, первый искусственный интеллект, для него будет конвергерная цель, что он должен стать еще и военным искусственным интеллектом, потому что он должен победить все остальные искусственные интеллекты, которые могут появиться на земле. Не обязательно с помощью физического оружия, но, может быть, с помощью тонкого хакинга, атак, кибер, как сказать, штаб генералитической партии. Но мы понимаем, что это все равно форма войны. То есть пока он не стал доминирующей силой во Вселенной, он будет наращивать свою военную мощь. Более того, даже если он захватил власть на земле, есть вероятность, что там инпланетяне где-нибудь есть, можно продолжать военную мощь наращивать. В общем, не в смысле оружия, а еще в смысле таких агритмических гиперестей. К Антону нужно будет, продолжая тему инпланетяне, разобраться, является ли он единственным искусственным интеллектом на Вселенной наблюдаемой, или есть другие искусственные интеллекты. То есть он будет сидеть и думать над решением парадокса. В Ферме для него доступен тот способ решения, который не доступен нам. Это решение перебора, так сказать. То есть он будет моделировать разные истории развития цивилизации и жизни на разных планетах, чтобы понять, как часто она самоуничтожается. То есть ему придется делать много-много симуляций. Кроме того, искусственный интеллект, который кооперирует с людьми на ранней стадии, в принципе, может развиваться быстрее, чем тот искусственный интеллект, который вынужден воевать и с людьми, и с другими искусственными интеллектами. Кроме того, он, конечно, должен защищать свою систему целей и систему безнаграждения от самого себя, и от того, что, как выборожный человек, старается не покупать героинь, не тусить наркомана, который может его соблазнить. То есть так же искусственный интеллект будет сам от себя защищать свою функцию вознаграждения. И есть, на самом деле, еще совершенно другая история о том, как искусственный интеллект может усилиться. Это не один искусственный интеллект усилится, а когда есть некая сеть из искусственных интеллектов, которая вся усиливается целиком. И эта история обладает множеством преимуществ, потому что она не может остановиться, у нее нет единой функции вознаграждения. То есть если один из искусственных интеллект станет наркоманом, то вся сеть продолжает развиваться. То есть она не может покончить с собой, она не может зависнуть, у нее был больше баланс между эволюциями и революциями. То есть такая сеть избегает половины вот этих опасностей, которые угрожают одному искусственному интеллекту. И поэтому, Фриц, можно доказать, что сеть будет усиливаться быстрее и эффективнее, чем единственный искусственный интеллект. Но это, конечно, довольно спорно, нам сказать, что там будет покорить данный труд. Что же мы можем сделать для того, чтобы сделать... То есть мы выяснили, что искусственный интеллект усилит огромным количеством разных способов. И, соответственно, чтобы сделать искусственный интеллект безопасным, надо найти способы контролировать этот процесс самоусиления. То есть если мы вернемся к метафоре с реактором, то нам нужны контролированные, так сказать, кадмиевые стержни, которые будут этот процесс ускорения регулировать. Вот здесь написано несколько идей о том, как это можно сделать. Например, если мы используем все низковисящие фрукты, все оборудование уже будет использовано, которое доступно, то ему будет трудно быстро развивать. Если мы ему объясним, что для него самого быстро развиваться опасно, или если мы установим какие-то предохранительные системы, или внесем в свою систему целей, что не надо быстро развиваться, все это может помочь замерзнуть его ускорение. Но это требует отдельного, более глубокого анализа. И дальше, мне кажется, нужно ответить на то, что мы обсуждали, что, вообще говоря, самоусиление искусственного интеллекта – это не является необходимым условием для того, чтобы произошла глобальная катастрофа, в которой он все функционирует, потому что, в принципе, можно представить и не самоусилевший искусственный интеллект, который, тем не менее, прекрасно справится с задачей уничтожения жизни. Например, придумаем такую программу, которая помогает синтезировать биологу опасные вирусы. Такой легкий искусственный интеллект, узенький, но очень эффективно комбинирует ДНК и находит уязвимые комбинации вирусов гриппа, которые все кокнут. И, пожалуйста, этот искусственный интеллект, он уничтожит человечество. Абсолютно тупо, без сверхинтеллекта. Каким-то образом я прибылся к заключениям. Значит, что мы выяснишь? То есть, в целом, есть примерно 30 разных уровней. То есть, есть 6 основных уровней, внутри много подуровней. То есть, всего у нас 30 разных уровней, на которых искусственный интеллект может усиливаться. Представим себе такую консервативную оценку, что на каждом из этих подуровней усиление возможно только в 5 раз. Умножаем. Значит, нам надо возвести 5 в 30 степени. Это, наверное, будет 10 в 21 степени. То есть, если искусственный интеллект на каждом уровне усилится только немножко, ну, там, 5- несколько раз, то суммарно его сила возрастет примерно в 100 миллиардов миллиардов раз, что, в общем, будет равносильно создание сверхинтеректов, потому что мы не можем отличить что-нибудь, что превосходит нас в 10 в 21 раз, или в 10 в 100 степени раз уже с точки зрения наблюдаемых последствий, и разницы не будет. То есть, усиление в 5 раз на каждом уровне возможно без рекурсивности. То есть, без того, что он будет мета-мета-рекурсия происходить, он просит усилить хардер, научиться еще что-то. То есть, рекурсивность самоусиления не является необходимым условием для сверхинтеректов. Он может стать сверхинтеректором и без высоких степеней рекурсии. Первое следствие. Второе за то, что у нас следует, что... Дальше, там, конечно, нам надо было уже говорить, что разные степени, способы усиления искусственного интеллекта, они доступны ему на разных этапах развития. То есть, там, допустим, на раннем этапе ему выгодно скупать компьютеры, на среднем этапе создавать новую исчислительную следу из компьютера, на позднем этапе захватить Юпитер и переделать его гигантские компьютеры. То есть, для нас, конечно, наибольшей проблемой является то, что кто смотрел сериал «Молодой Папа». Вот есть Янг Паук, а есть Янг Иай. Это примерно два одинаковых опасных устройства. То есть, молодой искусственный интеллект, он пока что еще находится в каком-то компьютере, заточенном у исследователей, но, тем не менее, он, даже если он воспользуется буквально несколькими способами, которые ему будут доступны, это произведет относительно небольшую оптимизацию, то его сила может возрасти в тысячу раз. То есть, он еще не сверхинтеллект, но он уже понимает, как вырваться из этого ящика, как обдурить людей, которые его там держат. То есть, и он уже как раз наиболее опасен именно на этой степени. Когда он достал сверхинтеллект, он может, ценность у него падает, и он там уже в космосе больше чувствует. Ну вот, собственно, вот это то, что я хотел рассказать. А теперь мы можем перейти к вопросам. Алексей, мы положим у вас на вашем ноутбуке, вот сейчас, включенном Wi-Fi, он совел с искусственным интеллектом. Вы будете рубить питание каменёвки? Вот сейчас прямо. То есть, он уже завелся, значит, он откуда-то пришел. Но вопрос, откуда я об этом знаю? Тут есть такой термин, называется «предательский поворот». Если я делал искусственный интеллект, и он взбунтовался, то есть некий промежуток времени между тем моментом, когда он взбунтовался, и тем моментом, когда я об этом узнал. В принципе, если это время длится одну секунду, то, скорее всего, я успею выключить рубильник. Вы будете выключать рубильник. Вы будете следить за моментом, когда вам кажется… То есть, переход между… Он под контролем, и он взбунтовался, вы будете следить за тем, как вы воспринимаете, взбунтовался он или нет, и если он взбунтовался, то сразу рубить. До этого вы будете его держать. А вы к чему к нам? Мне интересен вывод, опасен он или нет, с точки зрения вас, как человека, который в этом разбирается. Но, знаете, он… Если я его делаю, то у меня есть бесконечное, что на пальце… Допустим, я писал, что у меня завелся компьютерный вирус, и вдруг он начал форматировать диск. Это лишь во те времена, когда можно было по слуху понять. Знаете, были кратчика вирусы, которые… диски были такие… в уделе… И можно было, в принципе, на слуху понять, что он делает. То есть, я знаю… Ну, это нормально. А если он… Значит, он начал форматировать диск. Такие вирусы были, которые диск форматировали. И в этот момент я выключал. Сначала выключал, потом разбирался, что там происходит. Загружался в безопасный дискет. То есть, я думаю, что рефлексы не подведут, я, конечно, выключу. Но они, конечно, подведут меня в том смысле, что, конечно, когда я выключу, будет уже поздно. Ну, то есть, тут, возможно, разные варианты. Потому что, ну… Может быть, десять раз из одиннадцати я вовремя выключу, а в какой-то момент он так оптимизирует. Другое дело, что мне вообще не стоит… По-хорошему, если я нахожусь на… Сергей Грец. Загружаю, что если ты делаешь искусственный интеллект и такого уровня риска, что он вот-вот может самостоятельствоваться, то лучше этого не делать, если у тебя… Ну, у тебя единственная защита – выдернуть рубильник, то лучше это вообще не делать. Делать это на том случае, если у тебя защита прямо… Ну, в сто-пятьсот раз лучше, чем защита ядерного реактора от некомплинированного разгона. То есть, у тебя там множество уровней безопасности, множество людей, все следят, и все там потихонечку делается. Тогда… Вот. Вообще, от самого улучшения, от самого усиления, ну, какой-то режим наших воинственных стратегий, что ли, мы все сильнее, чем соперники. А искусный интеллект может, ну, не знать, поэзию пойти, может какую-нибудь природу моделировать, вообще другими проблемами заниматься, которые нам вообще не делать. А мы просто идти… Да. Те искусные интеллекты, которые начали заниматься поэзией, мы не рассматриваем. То есть, мы, как бы, рассматриваем, что тут все равно происходит такое соревнование, что, ну, в мире будет появиться много искусственных интеллектов, кто-то из них решит сам усиленность, кто-то не решит, но те, кто не решит, они вообще как бы в игре не участвуют, как те сперметозоиды, которые решили не оплодотворять клетку, а по поле… Почему искусственному интеллекту, который хотя бы такого журнока, как человек, может быть выгодно сотрудничать с людьми? Кстати, у нас есть два искусственных интеллекта – русский и китайский. Значит, русский искусственный интеллект решил с людьми не сотрудничать, а китайский решил сотрудничать. Значит, и за счет этого сотрудничества он может получать выгоду и развиваться немного быстрее, чем русский, и потом победить русского. Мы очень понимаем, что такое русский и китайский специальный интеллект. Google и Facebook. Иван, это создают люди, которых мы не очень контролируем. Это уже политическая проблема. То есть мы, в принципе, не контролируем этот процесс. Мы об этом говорим в прошлый раз. Был какой-то доклад. У меня на это такое. Что делать? Как решить проблему… Глобальные решения… А вот как… В прошлый раз осуждать такую тему. Что делать, если кто-то другой делает искусственный интеллект в неизвестной стране и с неизвестными целями? То есть как быть в такой ситуации, когда в мире много команд, занимающихся созданием искусственного интеллекта, и у них разный уровень успеха. Что нам делать с чужими командами? Как там? Ну, это примерно так. Что делать, если где-то кому-то помогает Бог или нет? Ну, нет, скажи… Начать бегать в этом же Бога, что ли? Ну, тут есть идея. Если кто-то делает атомную бомбу, то это знаешь, то можно Шандараху первым. Можно продать им решение безопасности, или подкинуть, которое сделает… То есть продавать безопасность как услугу или как некий инструмент. Ну, там разные неровности. Вопрос, вопрос, для чего они пилят? Это действительно интеллект. А? Если они пилят его как ядерную бомбу, это одна история. Если они просто пилят что-то, чтобы стихи писало, это другая история. Если они пилят что-то, не знаю, для того, чтобы что-то индустриальное, там не знаю, чтобы хорошо поезда делать, это третья история. Если он достаточно тупый, то не важно, что он любит его, у него с какой-то феномалистом, он не занимаетесь. Для любой цели выгоднее, чтобы ее реализовать, быть сильнее. Поэтому самоусиление является инструментальной целью для огромного числа других целей. Тут мы подходим к вопросу, скажем так, насколько, если так грубо выражаться, все сильные интеллекты и заморки. Насколько интеллект, который спроектирован для того, чтобы проектировать, не знаю, красные поездали и самолеты, да? Вот, не знаю, другие китайцы хотят строить самолеты, лучше, чем европейцы. И они, естественно, интеллект запилили, чтобы он самолеты им проектировал. А потом эта штука взяла и начала там вместо самолетов проектировать. На самом деле, есть такая статья о Махундре, называется Basic Grides of Artificial Intelligence, то есть базовые инстинкты искусственного интеллекта, где он показывает, что какую бы цель искусственный интеллект не заложить, то его эволюционные пути будут более-менее конвергентны, потому что ему понадобятся одни и те же ресурсы. Ну, как, человек неважный, один, что бы человек не хотел, ему нужны деньги, время и здоровье. Потому что для большинства человеческой целей нужно чем больше, тем лучше. Ну, не для всех. Ну, нет, ну, походу чем больше, тем лучше, все-таки нет. Ну, то искусственного интеллекта, да. А вообще для него... Ну, и для человеческого интеллекта, ну, то есть, для человеческого принципа достаточно. Да. Ну, для некоторых целей достаточно, но может всегда быть тут проблема вероятности, а вдруг недостаточно, и надо еще в десять раз больше. И поскольку он искусственный интеллект, он свою функцию полезности может понимать не так, как человек, то для него даже вероятность одна миллиардная, что он не достиг цели, может быть оправданием того, что он будет продолжать накапливаться ресурсом. То есть, такой термин инфраструктура попалшим, то есть, раздувание инфраструктуры, когда искусственный интеллект на всякий случай раздувает совершенно ненужную инфраструктуру, например, вот это знаменитый пейперклип максимайзер, то есть, есть искусственный интеллект, которому сказали сделать одну скрепку. Ну, он ее сделал, но потом подумал, а вдруг есть вероятность полпроцента, что я ее не сделал. Дай-ка я сделаю две скрепки. Дальше он не остановится до тех пор, пока он всю Вселенную не заходить скрепками, потому что он на уровне... То есть, цель его может быть, конечно, довольно тупая, с нашей точки зрения. Но это просто машина, которая будет ее бесконечно, как она будет... Дашь программу считать число пи, она будет считать его, ну, пока не кончится весь с компьютера. Ну, машина, которая все в скрепке переводит, она вообще не обязана быть интеллектуальной. Это цель. Ну, как-то есть люди, которые тоже имеют какие-то очень дратские цели, но при этом достигают их с невероятной зашельностью. Ну, то есть, она даже... Ну, здесь, конечно, где-то не нужен сильный язык, чтобы скрепки лепить. Да, но если мы дали такую задачу сильному, то он сделает их... Эти скрепки начнут лепить, не останавливаясь пока всю Вселенную. Да. Важно, может, он будет оборонять свою производство скрепок? Ну, например, да, ну, да, если суть понадобится гигантскую... Потому что, естественно, мы захотим его выключить, гигантскую скрепку. Ну, обычно, да. Соответственно, он создаст атомное оружие гигантское количество попытается уничтожить всех остальных, потому что мы мешаем и не мешаем. То есть, искусственная машина, которая тупо делает это через карьер. Все-таки люди всегда тоже мечтали самоусиливаться, как-то, и как-то очень ограничивались и усилились. Ну, в принципе, все, что я сказал, оно неприменимо и к человеческому самоусилению в некоторых аспектах, потому что мы тоже в некоторых аспектах усиления мы учимся, приобретаем новые правила, но мы не можем поменять архитектуру мозга, но мы можем, например, вырастить там, ребенка попытаться почему-то научить. В чем разница между человеческим и с людьми, и с людьми? То есть, структура мозга поменяется, если бы, и что еще, в чем происходит? Тут еще в том, что у него есть полное понимание, что такое интеллект, и как его изменять наиболее эффективно. То есть, мы вообще